Давайте подведем некоторые итоги уходящего коронавирусного года. Надеюсь, все эти проблемы мы оставим в этом году, в 2021 году их уже не будет. Ну, давайте спорим, с чего год начинался. Начинался госпослание президента 15 января, и это было необычное послание, потому что сразу же за ним произошла смена правительства. Я напомню, что наша партия, с трудовой России, несколько лет настаивала на том, чтобы Медведев ушел в отставку. И, вероятно, Медведев ушло. И после послания президента, и после отставки президента, с нашей точки зрения, начался медленный пока еще, очень медленный, но все-таки разворот государства лицом в сторону народа, в сторону его нужд. И пришло новое правительство Мишустина, приступило к работе. Я думаю, что Михаил Владимирович в страшном сне. Не могу присниться, что он купит такое дежурство по палате коронавирусной и будет бороться с коронавирусом и со всеми проблемами, которые пришли вместе с ним. Но, тем не менее, процесс идет. И на сегодняшний день, говоря о итогах года, после вот этой смены правительства, произошло еще и очень важное событие, а именно голосование по поправкам Конституции. И новая Конституция, по сути, основные главы, понятно, первая, третья и последняя, они не тронуты. А здесь, конечно, очень много появилось нового. В том числе, наша поправка о обязательной фиксации не реже одного раза в год пенсий. И, к сожалению, мы только что во время принятия бюджета на 21-е, на последующие годы увидели, что фиксации для рабочих пенсионеров нет. Мы убеждены, что это прямое нарушение Конституции уже в новой редакции. Я и сегодня на Госсовете об этом тоже упомянул. И, конечно, к этой теме мы будем и надо будет возвращаться. Конечно, когда мы говорим о вот этой непростой ситуации с пандемией, но здесь, к сожалению, иными словами, как русская пословица, ей вот счастье, это несчастье помогло, я не могу не отреагировать на то, что происходило. Многолетние наши предложения, партия «Справедливая Россия», многолетние, которые еще были заложены в программе 2006 года, на которые вот так вот на нас махали, говорили, чур меня, да это популизм, да вы идиоты, да это вообще какой-то детский сад. А что мы говорили? А мы говорили о необходимости профессиональной шкалы по доходу налога. Нам говорили, невозможно. Ну что, маленькие дети, что ли, нам говорили? Невозможно. Никогда никто не посчитает, если хотя бы на 1% увеличить. Президент сказал, ребята, давайте кто больше 5 миллионов получает, хотя бы 15%. И все сказали, есть. И Единая Россия, которая руками-ногами отталкивалась от подоходной шкалы подоходного налога, сказала, есть. Процесс пошел. Когда началась пандемия, мы сразу сказали, послушайте, людям нужно дать денег. Потому что это мы решаем две проблемы. Мы увеличиваем платежеспособность спрос населения и экономика хоть будет дышать. А во-вторых, людям реально не на что жить. Люди потеряли работу, люди потеряли деньги, им нужно семьи своей кормить. Что нам сказали? Вы что, хотите вертолетные деньги? Придумали термин такой замечательный. Пока президент нам сказал, ребята, ну-ка давайте всем с детьми по 10 тысяч рублей. Иными словами, вот многие наши идеи и предложения, они стали пробивать дорогу. Когда мы впервые внесли законопроект о регулировании цен на основные продукты, я могу сказать, первый раз мы это сделали 7 лет тому назад. Последний раз сделали 1,5 года тому назад. В начале этого года мы еще раз сказали, будет тяжело. И, наверное, кто-то на этом захочет нажиться. И цены на продукты могут лететь. Давайте включим механизм регулирования. Нам сказали, послушайте, у нас же есть закон. Если в течение 30 дней на 30% где-то вырастет, то правительство имеет право вмешаться. Где это право было, пока президент кулаком по столу не стукнул? Где-то спрятано очень глубоко. Наверное, в каких-нибудь там недрах или в тех самых кубышках. Оказалось, можно и нужно регулировать, и обязательно нужно делать. Я могу еще другие примеры привести, но не буду просто вас утомлять. Но говоря о итогах года, я обязательно еще несколько слов скажу про реальную нашу ценно-творческую работу, нашу практику. И когда мы говорили в свое время, еще до начала пандемии, что оптимизация дров хранения – это неправильно, это опасно, это вредно. И не дай бог, если что-то случится, и не дай бог, придет беда, и, как говорится, недолго она ждала, она и пришла в виде пандемии. И оказалось, что у нас койки хватает, у нас очень много не хватает, и куда ни кинь, мы везде видим, что это следствие той самой оптимизации дров хранения. Когда сокращались фешевские пункты, закрывались больницы, сокращались врачи, сокращалось количество койки, много-много другое, пришлось срочно все это восстанавливать. Поэтому вот этот урок очень непростой, очень тяжелый, но я думаю, что он таким уроком, из которого нужно извлекать положительный опыт, обязательно и остальное. Более того, я абсолютно убежден, что вот что касается дров хранения, еще раз низкий поклон нашим врачам, огромное спасибо за то, что они делают, рискуя жизнью и теряя свою жизнь. Но нам нужно действительно пересматривать все, что касается нашего дров хранения и наше предложение о ликвидации фонда обязательного медицинского страхования остается в силе, и мы будем на этом настаивать, потому что это обязательно должно быть. И мы, говоря о итогах этого года, когда поднимали, как главный вопрос, вопрос народов бережения, вопрос бедности населения, борьбы с бедностью, особенно действительно у нас самые бедные семьи, это семьи с детьми, что абсолютно неправильно. Что, естественно, сказывается на демографической ситуации, но вы, наверное, слушали сейчас свой совет, и я повторяться не буду. Поэтому наши предложения звучали полный голос, и мы добивались позитивных изменений в законодательстве. Что по итогам получилось в течение этого года? За год всего наша фракция, либо отдельные депутаты, мы внесли 166 законодательных инициатив. Из них 13 стали законами, они подписаны президентом. 20 возвращены, либо отклонены в первом чтении, либо буквально 3 из них возвращены по формальным принципам. Остальные находятся сейчас в портфеле Государственной Думы, и, видимо, уже на следующий год будем и работать. Ну, приведу для сравнения, чтобы было понятно роль и место нашей фракции. Если я сказал 166 законодательных инициатив у нас, 286 у инициатив законодательных у Единой России, 146 у ЛДПР и 101 у КПРФ. Это то, что мы вносили. Теперь итог. Что стало из этих инициатив с законами? Я уже сказал, 13 у справедливой России, 50 у Единой России, 7 у КПРФ и 11 у ЛДПР. Это такие итоги. На что я бы хотел обратить внимание, что я считаю позитивным сделала в целом Государственная Дума. Я сейчас не буду педалировать, чья это была инициатива. Но, прежде всего, я напомню, что мы проделили дачное амнистие до 1926 года. Это абсолютно правильное было решение. Мы добились того, что... Ну, кстати, тут все время будет... Что мы хотели и чего не добились, по каким вопросам мы голосовали против. Но сначала все-таки о позитиве. И здесь я, конечно, не могу не упомянуть уже второй раз поправки к конституции, за которым мы проголосовали. И уже пошли в исполнение новых конституций, законопроектов. Все, естественно, мы поддерживали нашу практику. Скоро мы голосовали за поправки. Что еще позитивного сделала Государственная Дума? Мы приняли закон о дополнительных мерах поддержки семьи и детьми. В частности, то, что материнский капитал можно направлять на индивидуальное жильество строительства, на садовом земельном участке, чего раньше не было. Это тоже, соответственно, прямо программное положение нашей партии. И то, что мы запретили, так называемые наливайте в жилых домах, торговля алкоголем на площади медленности метров, это те позитивные изменения, которые мы сделали. Но я не могу не вспомнить закон о возвращении нормы, о воспитании в нашу школу. Потому что это замечательно, когда нам, нашим детям, дают определенный объем знаний, но мы хотим, чтобы они были воспитаны настоящими гражданами нашей страны. Не могу не упомянуть те законы, против которых мы голосовали, принципиально голосовала наша практика. Прежде всего, это, конечно, новая придумка Министерства социальной защиты и труда по поводу расчета МРОДА. Это была медианная норма, 42% от медианы. Чушь, полная чушь. И, к сожалению, ничего другого, кроме как за наукообразными и умными фразами скрыть фиксацию на 5 лет обнищания нашего населения и фиксацию на 500 рублей больше и говорить МРОДА – это великое достижение, когда мы настаивали на том, что нужно начинать потребительскую корзину, ее пересчитать, и вы далеко помните, весной мы демонстрировали вживую эти корзины в продовольствие. И мы считаем, что корзина должна быть не 12,5 тысяч, а 31 тысяч. И, конечно, мы голосовали против этой нормы закона. Вот сегодня в третьем чтении шел закон о градостроительном изменении в предоставительный кодекс о комплексном развитии территорий. Причем, обратите внимание, только наша фракция голосовала против. Я вас уверяю, наши коллеги из КПРФ, ЛГПР, они культурно и Единая Россия протаскивали этот закон застройщиков. Они говорят, нам из регионов звонят, нам из регионов, там, конечно, застройщики и губернаторы вот так вот руки потирают. Деньжища идут огромные. Потому что что этим законом ходит? На самом деле, это будет катастрофа, я не могу не сравнить, наверное, с повышением пенсионного уровня. Дело в том, что науку регионов отдается возможность делать план по реконструкции и построить нового жилья. Ну, считалось-то, и все говорили, мы же как же, надо решать проблему бараков вот этого аварийного жилья. Это любое здание может быть съестено, любое. Более того, без всякой компенсации, ваш садовый домик, ваш любой частный ваш дом, даже не говорю многостанавливать квартиру, все это имеет право сейчас выставить практически без реальной компенсации. Более того, в этом, значит, человиннике, в многоэтажном доме, теперь, например, вы сдали квартиру, и, значит, те, кому вы сдали квартиру, которые у вас квартиру снимают, они будут голосовать, и вы. Считается, что и голос будет достаточно, а им плевать вообще на будущий дом. Они еще, может быть, поживут и потом уедут. А теперь они имеют право голоса на этом собрании, где меньшинство может проголосовать за то, что и дом идет на реконструкцию. И дом пойдет на реконструкцию. А что людям дадут в качестве компенсации? А могут дать примерно то же самое. Что вы живете в коммуналке? Сколько у вас там комнат? 8 метров? А вот вам в коммуналке 8 метров. Не хотите, через 45 дней по суду у вас, вы селяем на улицу. Привет, горячий. Бабжей у нас мало в стране. Давайте мы сделаем их побольше. Вот какая мина заложена в этом цепенопроекте. И самое печальное, меня удивляют наши мои коллеги-законодатели, потому что у меня юридическое образование, я прекрасно понимаю, что все, что касается Гражданского кодекса, прав собственности, это уровень федерального законодательства. Это даже несовместное ведение. И мы не можем делегировать права отъема собственности у граждан, региональному законодателю или вообще там региональным властям нормативным каким-то актам. А это будет отъем собственности. Ваше жилье вас отнимает, вас осуществляет на улицу. И мы это с рощерком пера собираемся этим законом сделать. Кошмарный закон. Илла с Галиной Петровной Хованской, как рыба в лед, выступала, говорила, кричала, не слышат, не слышат, потому что там реально огромные деньги. Там реальный интерес застройщиков, застройщиков. А, к сожалению, у нас зачастую и власть региональная, особенно муниципальная, там где-то у жены бизнес-райфер, где-то еще у кого-то. Вот она бирует. И когда говорят, что все, все субъекты федерации поддержали, то, конечно, поддержали, потому что они там никто не разбираются. Вроде красиво звучит, но как же? Мы же должны решить проблему аварийного и весного железа. Конечно, должны. А решать-то как будет. А решать будет в пользу застройщиков и в пользу народа. Поэтому, конечно, мы голосовали против. Ну и, конечно, я не буду коллеги напоминать политические всякие эти вяткинские законопроекты, против которых, конечно, мы голосовали. И увеличение времени голосования на три дня, и возможность голосовать на пеньках, как вы очень образно сказали. Конечно, наша фракция голосовала против. Такого хочет так же, как мы голосовали против бюджета. И единственная фракция, напомню, которая подготовила альтернативный бюджет. Уважаемые коллеги, знаете что? Я предлагаю переходить к вопросу, потому что, я не сомневаюсь, они у вас, а, есть, а, б, несмотря на то, что я там уже выступал на голосовете, вы, видимо, сказали три минуты только. Ну, наши уважаемые коллеги, Зеленовский, Зюганов, и в регламент не писан, они там дольше говорили, но я уважаю время всех других, вы стекло коротко, и, видимо, не договорился. Поэтому, видите, целую речь сейчас в регламенту устроил. Поэтому я завершаю свое субдительное слово, и давайте мы, уважаемые коллеги, переходим к вопросу. Пожалуйста. Можно вопрос? Давайте так, у нас, смотрите, у нас в порядке поступления вопросом, чтобы это справедливо было относительно коллег. Соответственно, я сейчас пройдусь по поступившим вопросам, буду просто называть ваше издание и фамилию. Когда это закончится, тогда уже все, кого, кто не был в этом списке, немного, значит, вы озвучите свои. Первое. Евгений Кузнецов, ТАСС. Есть у нас? Участвует? Дальше. Анастасия Мельникова, знак. Синяя Великенникова, я вижу, вот здесь коммерсант. Да-да-да. Включите, пожалуйста, микрофон. Да, здравствуйте. Озвучивайте тогда свой вопрос. Спрашивайте. Вопросы давайте. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. В последнее время вас постоянно спрашивают об объединении с малыми партиями. И я не исключение, тоже хочу в этом спросить. Тем более, что вы отвечаете всегда так, что интрига сохраняется. Вы говорите, что уже давно переговоры ведутся, с некоторыми уже и закончились даже. И вот недавно появилась информация о том, что создана некая трехсторонняя комиссия с партиями также за правду и с патриотами России. И что вы ведете уже переговоры прям совсем конкретные. Вот хотелось бы узнать, так ли это и вообще, ну и какие-то, может быть, подробности. И если да, то на каких условиях может быть объединение. Хорошо, Ксения, но я не буду вас разочаровывать и интригу раскрывать, а то будет интересно. Надо дождаться конца действия, когда выйдут все актеры на сцену, рассланятся, скажут спасибо, отснято. Но на самом деле я только подтвержу, что переговоры ведутся с не только теми партиями, про которые вы упомянули. Вот лично я ни в какой трехсторонней комиссии, значит, я не знаю, что это за комиссия или как-то так далее, я не участвую, не знаю, чем это делать. То, что я действительно уже на протяжении двух лет с кем-то я вел-вел переговоры и завершил их ничем пока, паузу реализации. С кем-то я два года веду-веду и все еще пока не доведу. С кем-то я начал вести переговоры только в этом году. С кем-то кто-то подключился еще там, может, только весной. Но я специально не раскрываю, ничего не называю, как говорят, ни про лень, ни я, по одной простой причине – нет договоренности. Вот как только мы договоримся и поймем, а надо ли нам это, не надо, на каких условиях вы правильно договорите, мы вместе все это скажем, вероятно, сделаем это как-то публично. Потому что после того, если мы договоримся, там нужно будет целый ряд юридических действий делать. Нужно будет проводить бонус съезда, ну или, по крайней мере, какие-то там вот такие юридические действия. Но прежде чем все это произойдет, мы должны понимать, что да, мы договоримся, по рукам, по рукам. И вот с теми коллегами из нескольких партий, я специально это подчеркиваю, да, с которыми я вел переговоры, веду переговоры, мы на берегу всегда договариваются. Только давайте вот без каких-либо утечек и обратите внимание вот даже то, что сейчас вот говорят, причем вот я вам говорил, что я вот, например, как говорят в трехнородной комиссии, я вот не участвую, я не знаю, что это происходит, да. И я говорю, коллеги, давайте договоримся, вот немножко постология будет. Вот когда мы придем к какому-то логическому общему знаменателю, вот тогда об этом объявлены. Поэтому вообще нет, но что-то мне подсказывает, ну, до Нового года, по моим оценкам, ждать не надо, а вот как только каникулы закончатся, наверное, что-нибудь уже созреет и можно будет о чем-то говорить. Спасибо вам за вопрос. Спасибо. И вас вступающим Новым годом. И вас тоже. Спасибо. Давайте дальше. Евгений Кузнецов, ТАСС. Микрофон включайте, пожалуйста. Да, здравствуйте, Сергей Михайлович. Здравствуйте, Евгений. Некоторое время назад вы выступили, неоднократно возвращались к теме обращения в Конституционный суд по поводу индексации пенсии работающим пенсионерам. Как мы знаем, для этого необходимо 90 подписей депутатов. Как продвигается инициатива, сколько собрано и ждать ли реальных юридических действий в этом направлении? Спасибо. На сегодняшний день собрано 56 подписей. Это члены фракции «Справедливая Россия», это члены фракции «КПРФ», это один беспартийный и один член «Единой России». За что ему просто мое личное глубокое уважение, и как вы обычно любите, молодежь говорить, респект. Фамилия называть не буду, если нужно, он сам скажет. Фракция ЛДПР думает, что на ней подсказывает, что это раздумье будет длительным и закончится ничем. Но, тем не менее, вы абсолютно правильно знаете, что только 90 подписей может позволить обратиться в кондиционный слух. Но, тем не менее, вдруг передумывают, и мы, как бы, деле оставили открытым, и передали все материалы, рассматривают. Причем не говорят, что мы не будем подписывать. Когда просим, ну, как аккуратненько, поторопиться, говорят, не торопите нас, мы думаем. Ну, значит, вот так вот. Поэтому ответ так вот. А, значит, перспективы туманные, Сергей Михайлович? Перспективы очень туманные, и, если называть вещи своими нами, все зависит от позиции фракции ЛДПР. Потому что с их голосами у нас хватает возможности подать запрос в Национальный суд. Как вы знаете, мы пока сделали попытку сделать депутатский запрос от Госдумы Голиковой. Значит, тоже эта инициатива не прошла, не поддержали нас. Но, в любом случае, мы, эту тему мы не оставим. Мы все равно, вот, знаете, мы же такие, вот, помните, вначале говорил, сколько лет мы бились за прогрессивную шкалу подохода налоги. Сколько шишек набили, сколько всяких обзывалок мы слушали, а мы все равно свое будем делать. И здесь мы не остановимся, потому что я абсолютно убежден. Президенционный суд вынужден был бы признать, ребята, нарушение Конституции. Вот написано. Там же Ситерн, там же не написано, что вот только для неработающих пенсионеров. Там написано, что индексируются пенсии, и все. А для каких пенсионеров ничего не говорите, значит, для всех. Поэтому мы убеждены в своей правоте. Спасибо вам, восторг, с выступающим новым годом. Анна Шушкина, парламентская газета. Да. Сергей Михайлович. Да, да, да. Меня слышно? Сергей Михайлович, скажите, пожалуйста, вот вы неоднократно предлагали создать бесплатную систему, государственную систему бесплатного тестирования на коронавирус. А вот реально ли ее создать, есть ли для этого возможности в государстве. И второй вопрос. Каким должен быть справедливый размер род и прожиточного минимума, минимальный? Я, кстати, буквально вчера, я об этом могу вставить, я общался с молодыми людьми, женщиной и мужчиной, одна семейная пара, которые буквально недавно в Челябинской области провели такой эксперимент. Они месяц жили на броху. 14 человек начали это делать, ну, вот, знаете, там 12,5 тысяч рублей. Вот они, естественно, только на питание, больше они не на что могли. Вот они пытались прожить месяц на эти деньги. До конца выдержали только два человека, но они там кто-то 28 дней, кто-то там 30, там одного дня не хватило, 31 день не хотели. И у них начались проблемы с здоровьем. Они просто голодные были, они не получали никаких витаминов, да, потому что оказалось, это очень просто реально прожить-то тяжело. В хором все говорили, кто там, допустим, одна женщина, у нее ребенок, муж, она говорила, ну, вот, я теперь понимаю, что, слава богу, мой муж, что он работает, что, да, вот, я как-то не знаю вот этих проблем, чтобы жить вот так, как говорят, на одну зарплату, на один бро. Вот, поэтому я считаю, что он и проживший минимум, но смотрите, корзина, с нашей точки зрения, о которой я говорил, а мы рассчитали, 31 тысяча рублей, вот это и должен быть минимальный. Причем я абсолютно убежден, что МРОД всегда должен быть выше, и значительно выше вот этого минимального прожившего минимума. Да, и это должна быть не экономическая субстанция расчет, а это просто, ну, реально вот так. И мы посчитали, в это 31 тысячи входит продукты питания уже нормальные, с витаминами и фрукты, там, и все. Вот туда же входит платежи за телефон, платежи, там, за коммунальные и так далее, что сейчас нынешнее не входит в продукты минимума. Вот, а теперь возвращаемся к вашему вопросу о бесплатной организации такой службы. Я считаю, что это нужно делать. К сожалению, мы же с вами реалисты, вот смотрите, сейчас в Берега Британии какой-то новый штамп, значит, вот этого же коронавируса или еще там чего-то. Это будет, мы не знаем, что будет дальше, да, и сделать так, чтобы, ведь вместо того, чтобы закрывать предприятия, там, сажать их на карантин или еще что-то, самое простое, естественно, если была бы такая возможность, моментально все делают тесты, все понимают, кто болен, кто здоров, кто болен, раз, действительно, там, залируется, даже в семье там пытаются как-то залируться, чтобы через семьи не заразить. И мы убеждены, что такая служба должна быть, она должна быть тестирована, даже быть, на дому, потому что, как только вы поехали на транспорте или куда-то пришли, рядом сидите, в очереди, тут кто-то из вас болен и все понятно, что дальше будет. И, естественно, все это должно быть бесплатно за счет государства. А теперь, вот, отвечая на наш вопрос, если государство от деньги, ну, я даже не буду сейчас говорить про фонд национального благосостояния, потому что, само слово, национальный благосостояние. А что может быть благее, там, влажность здоровья людей, народосбережения, и направить деньги туда, но это сам Бог велел, потому что это главная задача государства, чтобы люди не поверили, а представьте, сколько мы сэкономим денег, когда мы поймем, кто болен, кто не болен, да, когда, значит, мы и здравоохранение деньги сэкономим, потому что, правда, будет очень понятно, и нам не нужно будет принимать массовых мер, там, карантинов, там, еще чего-то, все это локально можно будет делать, когда мы будем видеть очаги, мы будем понимать, кто реально болен, а кто не болен. Вот, поэтому деньги, ну, я сейчас не буду повторять, когда мы говорили про бюджет, я рассказывал наше предложение, где дополнительные деньги взять, и я вначале, отвечая на ваш вопрос, я сказал, что не обязательно брать из фонда национальных благосостояния, хотя не грехи взять на это благую дело, да, есть еще дополнительные точки, поэтому деньги у государства есть, нужно проявлять политическую волю и здравый смысл, потому что, знаете, вот, говоря, пословица, скупой платят дважды, вот так и у нас получается. Лучше мы здесь потратим деньги, так мы на берегу сразу все поймем, и моментально, любая инфекция, не дай бог, еще что-то придет к нам в страну, и мы моментально сможем сразу поднять, вообще, где у нас заболевшие, где у нас здоровые, и что с этим. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, я позволь, можно, позвольте вопрос задам, просто тороплюсь очень, там люди ждут меня уже. Давайте, только вы представьтесь, вы кто? Сергей Щепкин, регион России. Давайте. Сергей Михайлович, уважаемые коллеги, с вас наступающим всех. У меня следующий вопрос, собираетесь ли вы участвовать в выборах президента России в 2024 году, может быть, партия выставит другого кандидата, если да, то кого, то из партийных лидеров, то он достойно вас будет. Спасибо. Ну, я не отвечу, потому что пока еще не знаем конфигурацию, помните, как в том фильме, огласите, пожалуйста, весь список, да, когда будем знать весь список, когда будем принимать решения, поэтому сейчас рано еще говорить, уверен, что партия в каком-то качестве обязательно примет участие, и что-то мне подсказывает, что с большой вероятностью партия будет избегать своего кандидата. Но это поживем, увидим, поэтому еще рано говорить. Спасибо, восторг, с выступающим, спасибо за поздравление. Спасибо, спасибо, коллеги, всем всего доброго. Давайте дальше. Софья Полякова, Федеральное агентство новостей, пожалуйста. Включайте микрофон. Здравствуйте, слышно меня? Да, слышно. Здравствуйте, Сергей Михайлович. Хотела бы задать вопрос по пенсионной системе. Центробанки сообщили о упразднении системы накопительных пенсий и в качестве альтернативы предложили проект третьего вида индивидуальных инвестиционных счетов. Как Вы считаете, хорошая ли у нас альтернатива и есть ли у России какие-то другие идеи совершенствования пенсионной системы России? Спасибо. Софья, знаете, я начну вот так. Что-то я сомневаюсь, что может быть какая-то положительная инициатива от Центробанка. С учетом его по политике. Да, это первое. Второе. Ну вот замечательно. Я даже не повторю там индивидуальные чего там. Это, знаете, это как вот в баллах сейчас никто не может разобраться. У меня такое ощущение, что специально придумываю такую методику, по которой нормальный человек вообще никогда сам не посчитать, не разберется. Все это чиновники будут делать, которые там очень даже ошибаются. Я абсолютно убежден, что накопительные пенсии в свое время лоханулись, потому что бред был полный. И давным-давно все это провалилось. Но если что-то и делать, вы знаете наше предложение. Мы предлагаем ликвидировать вообще пенсионный фонд как таковой. И пенсии совершенно спокойно налоговую службу справятся с выдачей пенсии. И пенсии должны совершенно по-другому всяких баллов, а зависит только от стажа, азартной платы и от условий труда. Если там, понятно, были вредные или какие-то, там будет даже не так. Все. А все эти придумки, это вот я абсолютно убежден, тем более если это идет от контрабанка, что-нибудь такое придумать, чтобы в очередной раз отказаться от каких-то обязательств уже существующих и придумать что-то новенькое. Давайте теперь все побежали, давайте думать о них. Ерунда полная и негативно, принимая любые деньги. У вас на какой-то еще нового года? Спасибо большое, вас тоже. Анастасия Мирникова, знаком. Да, Сергей Михайлович, здравствуйте, коллеги, здравствуйте. Вас уже спрашивали про слияние с малыми партиями. Да, я уже ответил. Да, но я спрошу вас о другом. Я спрошу у вас конкретно о партии за правду. Действительно ли вы согласились, как минимум, по вашим словам, на переговоры с этой партией? Потому что один из членов этой партии, конкретно Александр Бабаков, обладающий немалыми финансовыми ресурсами, согласился оплатить часть избирательной кампании вашего тандема или только справедливой России. Вот как бы вы согласились только потому, что это отчасти финансовый вопрос. Замечательно. Анастасия, вы знаете, вот все, что вы сказали, я впервые слышу от вас. Это очень интересный слух, такая новость в кавычках. Мне добавить тому, что я говорил, значит, нечего, потому что я объявлю о том, с кем мы вели или ведем переговоры, когда такие переговоры закончились. Но вот все, что вы сейчас сказали, ну это кроме как слухом, я назвать и могу, потому что ничего из этого не имеет реальность никакого отношения. Хорошо. В 21-м году посмотрим. Вас с наступающим Новым годом. Спасибо. Давайте дальше. Издутов Сергей Романович, сетевое издание News.ru. Сергей Михайлович, добрый день. Коллеги, с наступающим Новым годом. У меня, если позволите, два вопроса. Первый вопрос, вы много говорили о том, что уже сделала справедливая в России по итогам года. Какие у вас планы на следующий год? И я говорю не о думской компании, я говорю о законодательных инициативах, которыми вы будете работать и которые будете продвигать в Госдуме. И еще один вопрос такой новогодний как раз. Во многих регионах России уже действуют ограничения. в связи с коронавирусом и еще что-то. И в связи с этим, как бы вы посоветовали россиян встречать Новый год? И такой вопрос, как вы сами будете встречать новогодние праздники, Новый год, Рождество? И повлияют ли все эти коронавирусные ограничения и коронавирус на ваши планы? Спасибо. Спасибо. Ну давайте по порядку. Законодательные планы, конечно, большие. Здесь мы вынуждены будем и будем делать это осознанно и специально, возвращаться к тем инициативам, которые в том числе в этом году мы выдержали, но они не нашли поддержку. Мы опять будем предлагать вернуться к пенсионному возрасту для мужчин в 60-х, женщин в 50-х лет. Мы опять будем настаивать на обязательной индексации пенсии для рабочих пенсионеров. Мы опять будем настаивать на увеличение стипендии в размере МРОТа, того же самого, который хоть покритикуем, но хотя бы это будет не 3 тысячи, а 12 с половиной тысячи. Потому что мы же прекрасно понимаем, что студенты... Знаете, вот в мое время мы говорили, что ты учишь это, а что ты, как живешь? Да я подрабатываю. А сейчас у нас все студенты работают и подучиваются. Естественно, с точки зрения качества учебы все об этом говорили. Мы обязательно будем настаивать на отмене транспортного налога. Иными словами, вот знаете, у нас как учил наш Суворов в своей науке побеждать. Вот, значит, выбрал направление и, значит, бей, потому что враг либо морально ослаблен, либо у него ресурсы закончил. Да, но я не думаю, что, соответственно, у вас враги, но с точки зрения преодоления и убеждения скорее. Мы вот всегда используем такой метод постоянного возвращения к нашему... Не то, что... А, планируем? Нет, мы снова бурим, снова бурим. И точно так же мы планируем, настаиваем на другой прогрессивной шкале, более развернутой. Причем она для малоимущих будет регрессивной, условно говоря, до 10 тысяч рублей, кто получает зарплату. Вообще никакие налогов не платили. У нас наш законопроект, который отклонили по поддержке детей, семей, там 14 пунктов, я откипечать не буду, но будем его вносить. Поэтому вот такие законопроекты, они очень легко фиксируются, потому что они все направлены на пользу для людей, для мушества наших граждан, на защиту, в том числе народов бережения, вот это ключевое положение нашей партии. По Новому году, ну, к сожалению, да, многие привыкли или любили, по крайней мере, или любят, но все-таки, наверное, придется в прошедшее время не говорить, справлять в ресторанах, где-то при большом скоплении людей. Наверное, все-таки, не случайно, Новый год считается таким традиционно семейным праздником. Кругу семьи, ну, и вот если вы спрашиваете о рекомендации, ну, наверное, надо в семье лучше встретить, не надо никуда ходить, тем более все будет закрыто. Ну, а что касается меня, я традиционно так и встречал Новый год, и в этом году в кругу семьи буду находиться и в кругу яплана. В вас наступающий Новый год. Спасибо. Спасибо. Давайте дальше. Андрей Винокуров, коммерсант, пожалуйста. Сергей Михайлович, здравствуйте. Так как пандемия, она немножко ограничивает личное общение, поэтому вот мы на вас вдвоем даже набрасываемся, так как очень хотим вас слушать меня и спикера. Ваши слова породили у меня тут один вопрос. Дело в том, что вы говорили про Мишустина и даже с какой-то там полусимпатией, полуучастием про него сказали, а при этом сами упоминали, что, по-моему, «Справедливая Россия» была чуть ли не единственной партией в 2016 году, на моей памяти, которая выступала именно против правительства. Вы даже подписи собирали. Правильно ли я понимаю, что, несмотря на все огрехи министерств, которые вы указали в работе по законопроектам, вы не будете выступать против кандидатуры Мишустина в ходе вашей кампании и Думской, или это все-таки вариант возможен? И все-таки, так как СМИ у нас, институт на самом деле тоже конституционный, там упомянут наши права в конституцию, мы очень внимательно относимся ко всему, что пишем, и не можем не уточнить у вас, хотя вы филигранные формулировки употребили, комментируя там нашу информацию про трехстороннюю комиссию, мы не писали, что вы лично в ней участвуете, но мы писали, что участвуют другие сотрудники. Можете ли вы сказать, что и другие сотрудники «Справедливая Россия» и ее члены не участвуют? И два, допускаете ли вы возможность, что лидеры тех партий, с которыми вы ведете переговоры, окажутся в общей федеральной части списка? Ну и самый последний момент, так как вы один из действительно самых открытых политиков, нас всех, конечно, волнует про слухи о том, что лидеры думских партий могут уйти в Сенат в ближайшее время или после думской кампании. Не собираетесь ли вы бросать лидеры партии в ближайшее время? Спасибо. С конца начнем. Сенат я не собираюсь. Сразу хочу сказать, что все, что касается, как говорится, тот же вид, только двух. Я уже ответил, больше я ничего не планирую говорить и не собираюсь, потому что это будет некорректно и неправильно. Поэтому сразу перехожу к Мишустину. Дело в том, что да, мы же проголосовали за его кандидатуру, потому что мы очень долго наставили на уходе Медведева. И пока вот наш аванс, с нашей точки зрения, он не растерял. У нас претензии к финансово-экономическому блоку, но здесь скорее идет такая битва идеологий. И мы видим, что именно под влиянием президента вынуждено все правительство разворачиваться в нужную сторону, в том числе в нужную сторону для людей, а значит и для нашей партии. Поэтому мы не видим оснований критически выступать против проекта Мишустина, лично против него. И еще раз исчерпну с нашей точки зрения, вот тот аванс доверия, который мы ему дали в начале этого года, он не исчерпал и пользуется нашим доверием по-прежнему. При этом нам никто не мешает критиковать работу отдельных министров, что мы успешно делаем, и министр финансов, и министр социальной защиты труда за его вот этот новый подход к расчетам роста. Это мы делали и были делами. Спасибо вас за наступающим новым годом. Спасибо и вас за наступающим. Спасибо. Пожалуйста, Колесов Григорий Валерьевич, информационное агентство «Федеральная газета». Микрофон у вас будет. Сергей Михайлович, добрый день. Да, добрый день. Добрый день, коллеги. Мне хочется сказать, во-первых, что лично организовано самое мероприятие, связанное с брифингом, за что хочется отдельно поблагодарить технических специалистов, Эмилию Николаевну и всех остальных, которые организовывали данный мероприятие. Микрофон, можно я вас перебью? Знаете, большое спасибо. Эмилии, когда сейчас нужна поддержка, потому что, когда я пришел в госсовет, я открыл дверь и сказал, ну что, отменила? Она говорит, нет. Слушай, ну ты видишь, что все, на час задерживаются, люди сидят, все, надо отменять. Но это я сейчас говорю не так спокойно, а децибел было на порядок больше. Поэтому спасибо за добрые слова. И это очень приятно, потому что не таскалось от меня, потому что я считал, что неудобно, сейчас вы ждете. А там, честно скажу, коллеги, с пониманием, отнеситесь. Я на все вопросы отвечу. Но у меня в приемной там тоже куча мала. Но я понял, что я сделал ошибку. День госсовета нужно было сразу же после этого все отменять. Ну, иначе приходится с такими накладками. Я вас, Григорий, перебил. Продолжайте. Сергей Михайлович, это еще больше вызывает уважение, что с такой большой нагрузкой, как у вас, у вас находится возможность делить на внимание. Спасибо. Сергей Михайлович, я являюсь помощником депутата Государственной Думы, главным редактором информационного агентства «Федеральная газета» и взаимодействуя со всеми фракциями, которые находятся в Государственной Думе. И хочется отдельно еще раз сказать о Эмиле Николаевне, как о профессионале, который выстраивает взаимодействие со всеми абсолютно, будем говорить, представителями различных СМИ. Живую работу в Москве, но до этого очень длительное время проживался на территории Красноярского края, где в рамках, ну, так скажем, будем говорить, социально ответственного бизнеса запустил проект по бесплатным юридическим консультациям населению на территории восьми городах и районах Красноярского края. И также мы выставили взаимодействие с представителем партии «Справедливая Россия», это ЛМПИО, который возглавляет, значит, как раз «Справедливую Россию». Хочется отдельно сказать о том, насколько он действительно эффективен в прямой адресной поддержке населения. И надеюсь, что в том числе тот проект, который был мной запущен уже, будет, так скажем, параллельно очень полезен и эффективен для «Справедливой России» непосредственно. Если будет необходимым. Николай Валерьевич, простите, просьба, задавайте вопрос, у нас брифинг, соответственно, не отклоняемся от курса. Да, хорошо, спасибо, Сергей Михайлович. Значит, вопроса два. Мы, конечно же, в режиме онлайн, сразу же, как только у нас появляется информация от «Справедливой России», значит, ее сразу же размещаем на наших ресурсах, на информагенциях «Федеральная газета». И два таких особых момента, которые были в последнее время озвучены и вами инициированы, это вопрос, первый, по кибербезопасности, что сейчас, наверное, наравне с ковидом занимает одно из первых важных строчек в деятельности всех структур и министерств, как внутри нашего государства, так и то, что касается внешне-зарубежной деятельности. И второй вопрос, это тот момент, который вы остро подняли, абсолютно правильно, вовремя, это по ковидным, выплатам, когда медики с территории напрямую обращаются с жалобами о том, когда они работают в красных зонах и не получают, значит, своих положенных надбавок. Спасибо. На самом деле, действительно, это очень больная проблема. И смотрите, когда на пресс-конференции президента из четырех регионов позвонились люди и сказали, что нет какой-то выплат положенной. И мы же с вами, простите, мы же с вами понимаем, что это только из четырех дозвонились, да, а просто из других регионов и дозвонились. И навряд ли у нас такая благостная ситуация везде. И когда, к сожалению, министр здравоохранения отвечает, что выплаты мериком находятся под контролем, но вот с этого тарабарского бюрократического языка мы понимаем, что у нас все порядки не лезли. Отстаньте, у нас все замечательно. А в то же время у меня на руках интересная статистика из Генеральной прокуратуры, где говорится, что за эти месяцы, там с мая месяца, когда было принято решение о таких выплатах, уже 70 тысяч нарушений они выявили прокуратуру на сумму 2 миллиарда рублей. Вот о чем идет речь. И, конечно, это абсолютно недопустимо, когда люди положенного не получают. И здесь еще одна проблема, вы об этом тоже говорите, что у нас, когда была оптимизация, многие сотрудники медицинские специально были выведены из штата медицинских, они стали обычными там уборщицами, гняничками, а не там санитаркой, не младшей медицинской и так далее. И они, во-первых, они не стали получать те надбавки, которые и так получают врачи, а сейчас они в красной зоне все работают и ничего не получают. Но это абсолютно неправильно, и, конечно, без... Ну, мы слышали, президент отреагировал правильно, и сейчас пошел шорох по стране, потому что Генеральная прокуратура молодцы, они как делали, так и будут сейчас делать, и, конечно, здесь нужно проводить порядок. Спасибо вам большое, вас уступайте на Новом Годе. Спасибо. Анна Камаева, информационное агентство Южно-Федеральное, пожалуйста. Включайте микрофон. Алло. Так, коллеги, ну, это все вопросы, которые поступили, далее, соответственно, в свободной форме. Сколько у нас времени, Сергей Михайлович? Честно говоря, а что, есть еще кто-то? Сергей Михайлович, если можно... Давайте, давайте, будем завершать, давайте. Можно еще один такой вопрос? К вам, как петербуржцу. Сейчас в Петербурге сложилась очень серьезная ситуация с коронавирусом. Город второй день лидирует по количеству смертности. Вы, как петербуржец, как-то следите за этой ситуацией? Может быть, общались с властями города? И будете как-то вот эту проблему поднимать еще выше? Спасибо. Я, безусловно, слежу. У меня в вашем родном городе, у меня дети, дочка и сын в мучке. И, конечно, мне тревожно за них. И я внимательно слежу ситуацию, и с тревогой. И вижу, что, и понимаю, у меня очень много знакомых, хороших, добрых, таких врачей, которые сейчас, может, в разных зоне работают. Таких у меня есть информация. Она, конечно, непростая. Справляются, скрипя зубами. Понятно, что там возникают все вот эти шероховатости по закрытию, там, барах и так далее. Я недавно был в Питере, я публично там высказал. Ну, что, что? Слушайте, люди едут вообще сандрации в метро, там еще где-то, еще можно. В барах, то уж ладно, там, я понимаю, начной клуб. Где-то там танцы все рядом, да, на круге. А здесь-то, значит, спокойно можно. Закрываются музеи в первую очередь, можно подумать там сам. Особенно как раз все, что касается культуры. Но в последнюю очередь нужно закрывать. И не это, а в то же время там в Редовом дворце, пожалуйста, паста собирает танцпол. Ну, ерунда какая-то получается. Честно, скажу, было очень неприятно такие новости из родного города получать. Но я знаю, что Александр Беглов губернатор, но он просто 24 часа в сутки, да, потому что ему достается. Он понимает, что ситуация непростая. Но он делает все необходимое, все возможное в этих условиях. Но иногда хотел бы, как всегда, со стороны лучше советовать, да. Но просто я знаю, что и уверен, и надеюсь, уверен, все-таки Петербург переживет вот эту непростую ситуацию. Очень хочу пожелать, что все осталось у нас. Сейчас уже пошло в ближайшие 31-м, что все пошло на спад. И все осталось в уходящем коронавирусом в 2020 году, чтобы все было нормально. Чего желаю вам, моему родному городу Петербургу и серости. Спасибо большое. Данил, ну, наверное, будем завершать. Данил, ты где? Да, я здесь, да. Я думаю, что пора заканчивать, мы уже где-то удержали. Ну, а есть кто-то, кто не задавал вопросы? Или все задали по одному вопросу? Все задали? Ну, да, поступивший вопрос можно. Хочу тогда, коллеги, прежде всего завершая, хочу сказать вам слова благодарности за вашу работу, за то, что вы регулярно освещаете деятельность и Госдумы, и фракции, и партии, и меня как политики. Из-за этого вам огромное спасибо всех, поздравляющихся с вступающим Новым годом. Пускай Новый год принесет нам здоровье, принесет нам освобождение от коронавируса. Пускай мы, как в страшном сне, мы никогда не забудем 2020 год и будем помнить, что мы тогда носили маски. Пускай все достанется в выходящем году, а Новый год принесет нам здоровье, счастья и радости. Всего вам доброго, успехов и спасибо вам за то, что дождались и приношу извинения за вынужденную задержку. Всего доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»